Сократить количество вредных выбросов в атмосферу, очистить источники питьевой воды, восстановить леса. Такие задачи обозначили перед властями субъектов в федеральном центре. Беспрецедентные по своим масштабам работы уже начались. Многомиллиардные суммы регионам выделяют в рамках национального проекта. Как улучшится экологическая среда Чувашии? Подробности у Дмитрия Ковалева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субъективно субъекты переходят на новую систему обращения с отходами. В правительстве будут оценивать работу властей на местах. Все мы должны помнить, что речь идет о внедрении новых, современных стандартов качества жизни людей. На это нас настраивает и президент Российской Федерации, и представитель правительства. Качество окружающей среды по таким направлениям, как вода, твердые коммунальные отходы, воздух, являются показателями эффективности работы губернаторов. Уверен, вы это помните. В процессе создания находятся компенсационные и инвестиционные фонды. Обращаю ваше внимание на качество подготовки самой инвестиционной заявки. От этого зависит, получит ли региональный проект госгарантия. В республике уже налажена система тотального контроля с завозимыми на полигон отходами. Благодаря этому формируются справедливые тарифы, обустроены площадки для сбора ТКО. До декабря все населенные пункты будут обеспечены контейнерами. Глава региона отметил, что в рамках федерального проекта в муниципалитетах продолжится строительство станций по перегрузке мусора. В среднесрочной перспективе мы с федеральным бюджетом получаем более чем 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Таких инвестиций никогда не было. Это говорит о чем? Это говорит о том, что волевое решение президента Российской Федерации Владимира Путина выполняется. Федеральный министр Дмитрий Николаевич Кобылкин эффективно работает с своей управленческой командой. А в целом, если сложить по всем источникам бюджетные средства, вне бюджетные источники, 7,5 миллиарда рублей на 5 лет мы направляем средства на обеспечение безопасности. Еще одна задача – увеличивать объемы вторичной переработки отходов. В эту сферу необходимо привлекать инвесторов. Подготовлены программы, включая проекты постановлений правительства о порядке финансовой поддержки. Они направлены на согласование в настоящий момент в правительство Российской Федерации. Для создания федеральной схемы обращения с отходами в настоящий момент полностью проанализированы все строящиеся объекты инфраструктуры на территории страны. В настоящий момент мы ведем контроль над 57 строящимися объектами. Совместно с инвесторами в республике реализуют проекты по оздоровлению Волги. Столица региона предоставят льготный кредит новым банкам развития БРИКС на модернизацию станций водоочистки. В рамках проекта реформа ЖКХ реконструирован саградный коллектор и возведен комплекс по обработке осадков. В ближайшие годы Великая Русская река должна становиться чище. Мы уже провели согласованные все мероприятия по 34 объектам на общую сумму 6,7 миллиардов рублей. Мы ставим перед собой задачу, чтобы до 1 февраля все необходимые документы для согласования и с Минэкономразвития, и с Минстроем субъект Российской Федерации ввели до 1 февраля 2020 года. Улучшить качество питьевой воды – также приоритетная задача региона, отметил Михаил Игнатьев. На ближайшие годы запланированы масштабные работы. Подвозьмем Чандров, населенный пункт рядом города Чебоксара. Там нормальной, качественной воды никогда не было. Мы участвовали в федеральной программе, там, соответственно, работу начали. Касаясь районного центра Парецкое, села Парецкое, там ежегодно люди поднимали, люди мучаются, вода некачественная. В следующем 2020 году реальную работу начинаем, и люди получат качественную питьевую воду. Национальный проект должен стать инструментом решения глобальных экологических проблем. Чувашия в числе передовых регионов. Такую оценку дал федеральный министр Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика из Москвы.